Забыва то, что мы с тобой говорили. Хорошо. Я тогда в моменте тоже забываю, что мы с тобой целовались. Делаю, что хочу. Ну, ты так делаешь, что хочешь. Ну, а, Слеш, ты не пытался поговорить с тобой? Слушай, мне это раздражает. Я, конечно, точно так же, как раз, вверх раз, вверх раз, вверх раз, вверх раз, вверх раз. Просто он точно так же подходил, залог, говорил, извини, я не знал, что тебе так неприятно, так он больше не повторится. И сейчас раз, и с улыбкой, ой, извини. Ну, это идиотизм. Это два варианта. Либо он реально идиот, который не понимает, либо второй вариант, он провоцирует и выводит на коммунисты. Он же не похож на дурака. Знаешь, ты второй вариант? Не знаю, для меня, если пара вместе, то у них и друзья совместные, собственно говоря, и тем более противоположного пола. Да нет, он не сможет дружить с идеей. Ну, так, может, тебе не дружить тогда с идеей? Да нет, это просто дружу, если просто можно ограничить тактие. Я дружу, если просто нормально общаюсь. Либо человек, с которым связано 15 лет жизни. Ну, он же не родственник, не знаю. Мой потенциальный мужчина и даже не друг. Сколько вы здесь ругались? Не знаю, я считаю, что можно исключить из жизни человека, который нервирует родного. Тем более, если это мужчина, ну, человек противоположного пола. Мне кажется, это нормально. Вот это нормально, просто исключить человека. Зачем тебе это общение? Зачем тебе это дружу? Просто каждый будет фильтровать вокруг общения друг с другом. Ну, так и так и делается. Это ненормально. Тогда действительно надо фильтровать, это тоже нормально. Я услышала тебя. Я тебя услышала. Ну, ладно, ребят, решайте. У тебя, правда, не специально. Мы жили сейчас вверху бабку, но не феминируем.